От бела лица до матери сура земли, народ, земной поклон от меня премии. Я, Кот Баюн, из «Скалосвета» продолжаю наши передачи, беседая о традиции воспитания нового цикла, читая книгу Галины Борисовны Романовой «Что посеешь, то и пожнешь» или «Чему и как обучать ребенка». Напоминаю, что в предыдущую передачу мы как раз прочитали самое введение, начало в эту замечательную книгу, которая завершается очень важным понятием. Именно гармония рождает любовь и учит этике общения с миром. Познавать, не расчленяя, созидать, не разрушая, любить, не присваивая. Признаком гармонии, ее опознавательным знаком является красота. Эти три взаимосвязанных понятия – гармония, любовь и красота – должны лечь в основу всех педагогических построений. Вы знаете, я бы прямо крупным-крупным маркером с большим-большим звуковым сигналом сейчас выделил эти строки, потому что это действительно три креугольных камня, три кита, которые выстраивают всю основу педагогической поэмы, которую нам предложила Галина Борисовна. Дело в том, что, давайте вдумаемся, познавать, не расчленяя. Действительно, современное общество, общество техногенное, направленное на такое очень агрессивное потребление, оно все расчленяет. Люди уже разучились видеть все вкупе, а мы же воспитываем у детей сферальное мышление и привыкли к таким, знаете, пошаговым инструкциям. Первый пункт, второй пункт, третий пункт. Мне вспоминается очень грустный совершенно случай, совершенно не смешной, когда одна американка, получив первой СВЧ-печи, в общем, так сказать, посадила свою кошку в СВЧ-печь. Когда она получила очень печальный результат, она написала жалобу. А почему в инструкции было не написано, что нельзя домашних животных погружать в СВЧ-печь? Вот вспоминая, вот здесь как раз Задорнов очень вспоминается, да, о тупые, вот это вот сейчас уже не смешно, потому что эта вселенная тупости, она распространяется уже на современное общество наше. И здесь, конечно, нужно понимать самое главное, что значит познавать, не расчленяя. Существует живой мир и существует на сегодняшний день оцифрованный мир. То есть, если мы с вами имеем пленку, на которую делаем фотографию, то у нас мы с вами имеем живое изображение. Если мы берем с вами вот фотоаппарат электронный и делаем изображение, оно состоит из малейших-малейших частей. То есть, оно расчленено на такие точечки. Если мы берем с вами гнитофонную ленту, то там получается плавный звук. Он аналогичен живому звуку. Помните, как делались первые пластинки? То есть, звук просто преобразовывался вот в такую звуковую дорожку. А когда сейчас записывается звук в электронном виде, то он тоже не сплошной. Он состоит из расчлененных таких элементов, которые, по сути дела, не являют собой единое целое. Так вот. Для того, чтобы легче было управлять, как сейчас модно говорить, манипулировать человеческим сознанием, его нужно упростить до оцифровки. То есть, его нужно лишить жизни и сделать простые пошаговые инструкции. И тогда, замечательно, можно включать уже сознание человека просто в какие-то электронные средства массовой информации. Дорогие люди, у нас познавание, процесс ведания, это очень объемный процесс. И вот когда мы продолжаем наше занятие, мы понимаем, что вот это оцифровывание мира, которое происходит с помощью современных технологий на базе многих древних знаний, оно, конечно же, под собой основывается именно на желании превратить сферальное сознание, нас, наших детей, в плоскостное, которым можно будет легко управлять, которым можно будет легко направлять. Поэтому вот это познание мира целостное, когда мы с вами говорим о нашем роде, помните наши занятия, в неотъемлемой части с природой, с историей, с историей родного края, с историями-былинами наших предков, которые также вливаются в историческое прошлое нашей страны. И мы видим все вот эти пересечения, у нас получается объемная картина мира. И когда у нас вот такая живая капля знания, я бы привел такой пример. Вы знаете, жидкость, вода, ее невозможно сжать. Можно сжать газ до такого твердого состояния. Вот жидкость, вода, ее сжать нельзя. Ее нельзя, воду нельзя расчленить. Она всегда будет стремиться к целостности. Точно так же и сознание ребенка, которое впитает вот эту чистую влагу знания, сферального знания, которое станет как росинка в цветочке его сознания, вот эту росинку нельзя будет изничтожить, так скажем, путем прессования. Она не поддается оцифровке. По большому счету, весь мир не поддается оцифровке. Можно только взять какую-то часть и ввести это во взаимодействие сознания. А мир, он живой. И поэтому, как каждый ребенок, это индивидуальность. И мы не можем с вами написать пошаговую инструкцию. Раз, два, три, четыре. Каждый из вас будет обретать свой индивидуальный опыт. Главное понимать вот это триединство. Познавать, не расчленяя, созидать, не разрушая. На разрушение нельзя построить Созидателя. Поэтому все наши действия, все наше обучение должно идти именно на созидание. То есть на творение гармонии. Мы много будем говорить на эту тему. Любить, не присваивая. То есть понимая, любая любовь, она вот сегодня у нас такое будет занятие очень важное о любви. Любовь, она всегда дарит. Она всегда дает. И признаком гармонии, ее опознавательным знаком является красота. Вспоминается Иван Ефремов, его замечательный роман «Лезвие бритвы», где он писал, что синоним красоты есть целесообразность. То есть природа красива, потому что она целесообразна. И велика цель у всей природы, вселенной, то есть это восхождение в потоке света, поэтому везде разлита красота. И вот эта красота, она бояет в человеке чувство гармонии, чувство созидания, чувство единения. Это очень и очень важно. И поэтому сегодня, вспоминая Ивана Ефремова, я хочу напомнить, что это очень мощный постулат. Красота – целесообразность. Как правило, то, что нецелесообразно, оно, по сути, некрасиво. Или я переверну, то, что уродливо, оно нецелесообразно. Уродство не ведет мир к торжеству света. И это отхождение от правила точно так же, как болезнь, это просто временное очищение здорового организма. Поэтому мы с вами сегодня должны взять на вооружение мощный постулат книги Галины Борисовны. Эти три взаимосвязанных понятия – гармония, любовь и красота – должны лечь в основу всех педагогических построений. Если я, кот Баюна, из Колосвета, то Галина Борисовна, она так же из Колосвета. Она в своем вот этом наследии, которое пришло к нам, полностью вывела то основное, что заложено в Колосвет. То, что дает нам на занятиях Ольга Александровна Торопова, руководитель этнокультурного центра Колосвет. То есть это, как раз-таки, можно сказать, космогония для самых маленьких. А, по сути дела, это определение. У нас Шуша, вот тут она, кушает. У нас Шуша, у нас наша кошка. Она, когда я начинаю выступать, когда я начинаю выступать по своему телевидению, Шуша немножко возмущена, потому что ей тоже хочется выступить. И она бы очень много вам рассказала и про педагогику, и про кошачий мир. Но как-нибудь я вам обязательно расскажу что вот Шуша мне, может быть, даст даже интервью. Поэтому все, что здесь выражается в этой книге, это основа Колосвета. То есть это основа идей, которые сплотили наше сообщество. Гармония, любовь и красота. Так что же это такое? Гармония, любовь и красота. Мы эти слова будем с вами не просто повторять, а, пожалуйста, подумайте. Подумайте на эту тему. Прежде чем я начну читать про гармонию в книге Галины Борисовны, я хочу вспомнить такой интересный случай. Однажды ко мне подошел студент, это было давно, 90-е годы, и сказал мне, вот что такое, когда я слушаю такой очень тяжелый рок, даже тогда был такой хэви-метал сатанинский, мне хорошо. А вот если я слушаю Вивальди, я не могу слушать Вивальди. Я убегаю. Я помню, это рассказал вдове Даниила Андреева, Алле Александровне. Она говорит, ну это ж надо, уже небесные сферы человек и слышать не может. То есть, понимаете, то, что для нас гармония, то, что для нас является настроем, достаточно просто вспомнить музыку Вивальди, у нас в душе рождается восторг, рождаются звезды. А здесь и звезды, и восторг в душе не рождаются. Душа перенастроена. Вот это очень важно. То есть, в душе уже произошел какой-то слом. Так давайте же поговорим о том, как сделать так, чтобы слома в душе не могло быть. Гармония. Это ритмовая совместимость взаимодействующих структур. Я думаю, вам это понятно. Все в мире живет в ритмах. Времена, года, смена дней и ночей, работа сердца и так далее. И тому подобное. Понятно, что все живые структуры, испытывающие влияние различных ритмов, должны сочетаться с ними гармонично, чтобы не разрушить себя и не внести разлад во вне. Так живет природа. Именно об этом пишут веды. Все живет в едином ритме. Ритм или рта. Рита. Это единый космический закон гармонии. Мы вдыхаем, выдыхаем. Мы берем, отдаем. Наступает день, наступает ночь. Все переливается в этом мире, и в этом существует основа гармонии. Помните, как написано у Шата Руставеля в «Витязи» в тигровой шкуре? «Все, что отдал, то твое». Вот это слова как раз относятся к детям. Действительно, в воспитании детей мы не можем подсчитать, сколько мы отдаем. Понятно, что мать отдает всю себя. Родители отдают всех себя именно на то, чтобы выросло их дитя. Поэтому, если мы сейчас вот так вот бескорыстно в служении будем отдавать все делу воспитания, мы получим большой и мощный результат. И главное понимать, что мир построен на гармонии. В мире все гармонично. Каждый организм по ритму моей совместимости, то есть по закону гармонии, должен найти свое место в многообразии окружающей среды, вливаясь в единое мироздание. Это тоже очень большая тема. Как найти свое место. Свое место. Свое. Свет. Богиня Сва. Каждый из нас имеет свой свет. И об этом говорит традиция. И вот наш свет мы должны развивать таким образом, чтобы вся природа наша выражала наш внутренний свет. И задача как раз таки педагогов состоит в том, чтобы возможности, которые есть в зерне у ребенка, развить до их творческого раскрытия. Чтобы он мог найти свое место. Как это происходит в природе, где все находит свое место. Все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь общим множеством, в полную гармонию. Единое мироздание нашей Вселенной является собой единый, живой, разумный организм. Тело Бога, освященное божественным сознанием и живущий в ритме божественного дыхания. Какие глубокие слова. И понятно, что Галина Борисовна, она всю жизнь шла именно по учению, которое мы имеем в колосвете. И поэтому просто разделить эту замечательную книгу и ее методику познания окружающего мира, отделить ее от мировоззренческой основы невозможно. Потому что это мировоззрение прави. Так понимали мир наши предки. Они его так и называли. Богу мир. Весь мир Богу мир. А индусы называли его Пуруша. То есть, единый организм, в котором все живо. Безусловно, что в 70-е годы такие мысли вызывали какое-то непонимание у большинства населения. А сейчас вот такие слова вызывают отсутствие полной реакции. Потому что они замыленные, а должно быть осмысление. Я помню, всегда Галина Борисовна говорила о том, что когда ступаешь на землю, нужно идти очень бережно. Потому что она живая. И вот через понимание, что весь мир живой организм, мы с вами как раз таки придем к пониманию гармонии. И на следующем занятии мы поймем, почему же именно из гармонии рождается любовь. В эфире была вторая передача. И серия беседы о воспитании и традиции. Читая книгу Галины Борисовны Романовой. Что посеешь, то и пожнешь. Или чему и как обучать ребенка. Мы говорили с вами о единой основе педагогики. Гармонии, любви и красоте. И затронули очень важную тему гармонии. На этой ноте гармоничной. Я бы и хотел пожелать вам всем мира, гармонии, любви. Всех благ и до встречи на канале «Сказы Катаруна» из Голоса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова